Сейчас в подвале сухо, но летом вода стояла до этой трубы. То есть вода занимала все то пространство, и вода доходила до этой трубы. Жители дома Нагущина начали подозревать что-то неладное, когда на первых этажах дурно запахло и завелись новые соседи – блохи. Сколько в их подвале стояла вода, они точно сказать не могут. Обнаружили случайно, летом. Пятна в подвале у нас уже превратились в грибок. То есть так как вода стояла длительное время в подвале, воду регулярно откачивали, но вода пребывала и пребывала. Вот сейчас ее, получается, откачали. Почему ее больше нет? Ну, во-первых, холода наступила, это первое. Во-вторых, тепловые сети перерыли нам здесь все, свою проблему, а не главную, они ее устранили. Летом мы уже рассказывали об этой истории. Как итог, жильцы собрали деньги на независимую экспертизу, которая выявила нарушение. Причина подтопления – проблемы с колодцем водоснабжения. И проблема эта общая – и со стороны застройщика, и со стороны водоканала, и тепловиков. При этом в результатах экспертизы написано, что дому грозит обрушение, если подвал пустить на самотек. В данном случае есть проблема с подтоплением подвала. И я думаю, что она достаточно успешно может быть решена, потому что дом новый. И, соответственно, по закону есть гарантийный срок. В течение пяти лет они обязаны устранять различные вещи, которые связаны с нарушением, очевидно, технологии, либо каких-то других вещей. Так что уже можно составлять список проблем. Помимо подвала у людей есть претензии к аппарелям, по которым ни инвалиды, ни мамы с колясками не могут подняться. Сейчас активная группа жильцов готовит досудебные претензии. И все-таки рассчитывают, что им пойдут навстречу. Обыча застройщики стараются поставить на управление свою же управляющую компанию, которая начинает решать недоделки за счет средств текущего содержания дома, то есть за счет жильцов. Соответственно, первое, что нужно сделать, вот постараться все-таки управляющую компанию либо сменить, либо организовать такой контроль за ней, чтобы все-таки все эти недоделки делались за счет застройщика. Кстати, именно возле этого дома на Гущино 150-4 в начале года уже другой застройщик планировал построить десятиэтажку. Да, воткнуть ее именно между двумя этими домами. Судебные разбирательства идут до сих пор. Второй дом тоже, кстати, пошел трещинами. Пока не решена проблема и с подвалом. Так что жителям остается набраться терпения для новых судебных процессов и, возможно, уже сходить в церковь. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.